Субтитры создавал DimaTorzok А желание Финляндии, которое выставило вопрос вступления НАТО на голосование для своих граждан, в ответ на это Россия прекратила поставки электроэнергии в Финляндию. Дочерняя компания России Интеррао остановила поставки электричества в Финляндию с 14 мая. В компании объяснили, что это связано с неуплатой за уже поставленную электроэнергию. К сожалению, вынуждено констатировать, что за объем, проданный на бирже NordPool с 6 мая, средства до сих пор не поступили на наш банковский счет. Эта ситуация является исключительной и произошла впервые за более чем 20 лет нашей торговой истории. Говорится так в сообщении компании. Финский оператор электросетей Фингрид заявил, что ситуация не поставит под угрозу обеспечение страны электроэнергией. Импортируемая из России электроэнергия покрывает примерно 10% от общего потребления Финляндии. Отсутствие экспорта электроэнергии из России будет компенсировано за счет импорта большого количества электроэнергии из Швеции и производства большого количества электроэнергии в Финляндии. Об этом сообщил Рейма Пеявинин, старший вице-президент по эксплуатации энергосистем компании Фингрид. Финская сторона рассчитывает достигнуть энергетической самодостаточности в 2023 году. Ранее СМИ предполагали, что из-за планов Хельсинки вступить в НАТО прекратит поставки газа в Финляндию. В Кремле отрицают эту информацию. «Газпром поставляет природный газ потребителям в Европе, в том числе и странам, которые являются членами НАТО. И Газпром неоднократно демонстрировал свою надежность как компания, которая поставляет энергоресурсы на европейский континент. Поэтому, скорее всего, эти сообщения – это очередная газетная утка», – сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков с журналистом. Он посоветовал уточнять подробности оплаты газа по новой схеме Финляндии Газпрому. Но при этом в Кремле назвали безусловной угрозой для России вступление Финляндии в НАТО. Пресс-секретарь Дмитрий Песков так сказал, «Безусловно, очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным». При этом он сказал, что в Кремле изучали риски присоединения к НАТО других стран в качестве реакции на войну в Украине. По словам Пескова, всегда рассматриваются и анализируются самые разные варианты. Он добавил, что после непосредственного вступления Финляндии в НАТО Россия займется выработкой мер для обеспечения своей безопасности. Есть действующее поручение президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга НАТО. НАТО движется в нашу сторону, поэтому, конечно, это все станет элементами для специального анализа. Как уточнил Песков, ответ Кремля будет зависеть от того, в чем будет выражаться процесс расширения НАТО. В первую очередь, Москва обратит внимание на передвижение военной инфраструктуры. Будет ли она приближаться к российским границам? Будет. Это мой прогноз. В МИД РФ также отреагировали на новость о расширении Североатлантического альянса. В ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена принять ответные шаги военно-технического и иного характера для устранения угроз из-за вступления Финляндии в НАТО. Что такое вынуждена будет принять ответные шаги военно-технического и иного характера? Ну, это, друзья, все то же самое, что в Украине спецоперация, продвижение войск российских в сторону и далее. Как стало известно, президент Финляндии Саули Ниньонсте и премьер страны Сана Марин выступили за незамедлительное членство в НАТО. Финляндия подаст соответствующую заявку безотлагательно. Процедуру вступления в альянс рассчитывают начать в ближайшие несколько дней. Об НАТО ранее обещали рассмотреть заявку Финляндии в ускоренном режиме. Сначала страна получает статус кандидата. Затем принятие должно одобрить в парламенте всех 30 государств-членов альянса. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что начал спецоперацию в Украине, чтобы не допустить расширения НАТО. Финляндия сохраняла нейтралитет в течение всей холодной войны и продолжала придерживаться этой позиции даже после вступления в Евросоюз в 1995 году. Однако вторжение России в Украину заставило ее пересмотреть свое решение. Премьер-министр Финляндии Сана Марин пояснила, что они не могут оставаться беззащитными перед соседом, который не соблюдает международные законы. Членство в НАТО укрепит безопасность страны и всего блока. Общая граница Финляндии с Россией составляет более тысячи километров. Также в НАТО собирается вступить Швеция. И заявку Швеция собирается подать уже 16 мая. Вот так готовятся встречать Россию с российскими спецоперациями соседние страны. Боятся? Ну, конечно, боятся. Хотят мира? Конечно, хотят мира. Но боятся. Поэтому ищут у Альянса какой-то защиты. Думают, а вдруг принесет, вдруг принесет. Кажется, дождь начинается. Кажется, дождь начинается. Так пел. Помните кто? Винни-Пух. Да, друзья, вот такая у нас ситуация подвешенная, как у Винни-Пуха складывается. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан.